Всем привет, с вами Влад и это Shadow Fight 3 и у нас лунный фестиваль. Во второй раз уже запускается этот ивент, который приурочен специально к празднованию лунного фестиваля китайского нового года. Вот это поистине уникальный ивент, который повторяется второй раз и в тот раз он был в феврале, в этот раз он в феврале, то есть он связан только с китайским новым годом. Это очень круто, его долгие ждали, для кого-то он будет первым, для меня это будет во второй раз. Я точно знаю, что фестиваль был переработан, сейчас он в режиме восхождения и в прошлый раз он был в режиме выживания. Вот, поэтому кто хочет посмотреть какие были, посмотреть, посмотреть, кто хочет посмотреть какие были раньше собственно призы, какой был сам лунный фестиваль, то советую вам посмотреть 47 по 49 серии в моем основном плейлисте Shadow Fight. Это было круто, интересно и в принципе ссылочку я на это оставлю в описании, еще раз кто не видел. Но мы приступаем, поэтому, друзья, всем приятного просмотра и давайте посмотрим, что собственно мы имейм в этот раз. Е! Ну что ж, участвуем в лунном турнире, получаем жетон и собираем уникальный комплект Короля Обезьян. А, да, у нас есть марафон, судя по всему. Так, это с прошлого события, акция, акция. Что там за акция, интересно, мне прям знать, что ж там за акция такая. Открывайся. Ой-ой-ой, ну и акция. Вот это акция, вот это акция, ребята. Так, марафон, это круто, что марафон, лунный фестиваль. Марафоны в ивентах это очень круто. Раньше такого не было. Уникальные паки снова. Снова будут уникальные паки в марафоне. Уникальный пак китайского Нового Года. Да ну, серьезно. Слушайте. Ну, ага, вот и новая металка. Фляга Короля Обезьян. Уникальная фляга. Уникальная фляга, ты прикинь? Неплохо. Вот это реально уникально. Вот это мы ждали. Те, кто, собственно, уже играли в этот ивент, вот это мы ждали. Так, окей. Для кого-то это, получается, все будет в новинку. Блин, ну это круто. Это реально круто. И давайте посмотрим. Так, 12 билетов стоит 360 рубинов. Ну, у меня есть, получается, на престиж рубины. Ох, затратненько, конечно. Но можно получить бесплатно. Всего лишь один, к сожалению. Блин, вот это жалко, что всего лишь один. Ладно, ну я думаю, каждый день можно будет бесплатно один получать. Или один получается лишь один раз. Вот это, блин, не очень, конечно, если что смотрится. Один всего, капец. Ну ладно, давайте откроем сундуки. Я думал, с сундуками будет марафон, но нет. Вот, он с боями связан. Он подобен, собственно, новогоднему ивенту, где был плохой Акадо. Зимняя вечеринка, или как там называлось? Винтер Фрэнзи, короче. Вот. И этот ивент похож на вечеринку-то. Все понятно. А, лежут. А, зимний беспредел. Во, все, вспомнил. Как-то так это все называлось. Давайте дальше. Окей. Самодельное жало. Блин, а я тут приготовился такой. Прикинь, сундучки тут немножко наготовил. А сундучки-то и не потребовались, в принципе, да? Ладно, ладно, давай откроем хотя бы, чтобы квесты начали выполняться, наконец. Ничего, правда, из редких паков, ой, из редких сундуков нам нормального не выпадает. Только редкие и обычные вещи. Но, это не повод огорчаться, потому что, отлично, я вижу, появился ивентовый, ивентовый задание. Так, подожди, сейчас мы посмотрим, что это за задание такое. А победи в трех дуэлях ежедневно. Блин, ну это круто. Придается два вот этих жетона, получается, да, лунных. Хорошо. Окей, окей, я понял. Возможно, сейчас многие недоумевают, что происходит. Я вам скажу, у меня уже этот сет был. Если что, кто еще не до конца понял, я это в начале серии сказал. Ну, типа, посмотрите там, все такое. Поэтому, этот ивент я предлагаю пройти, собственно, сразу в таком одеянии. И посмотрите на этого красавца. Класс. Пройти в этом одеянии и попробовать, в общем-то, что-то предпринять. И взять вот эти ножи на всякие пожарные, чтобы, если что, останавливать. Ну и получить, наконец, эту флягу. Уникальную флягу, которая нам, собственно, нужна. Нужна очень-очень сильно. Луны, фестиваль. Поехали. У нас есть один жетон. Фестиваль Луны приходит в земли династии. Это значит, что нас ждут праздничные поединки с обезьянним королем. Как в прошлый раз. Окей. В бою тебе поможет только навык. Не надейся на экипировку, но надень что-нибудь легендарное. Прояви уважение к королю. Я настолько проявлю уважение, что надену уникальные предметы. Которые связаны с королем, собственно. Вот. Ну что ж, давайте пробовать обычный режим. Один билет у нас всего был. Слушайте, получается, у меня всего лишь одна попытка. Одна. Ладно, поехали. О да. О да, это музыка, которую я обожаю. Она прям вот ностальгическая. Прям вот, прям вот помню ее. Класс. Наконец-то она вернулась. Музыка. Характеризующая династию. Это моя фракция прям. Ну слушай. Класс. Ну поехали, посмотрим, что там получается у нас. Окей, обезьяна. С шуангоу. Причем с эпическими. Да? Да. Окей, давай пытаться. Что вообще будет делать этот шуангист? Надеюсь, у меня все получится. Окей. Так, подожди, а почему здесь блочат? Они же вроде не должны так блочить, не? Как бы, ну, я ждал, что поведение их будет как и тогда, как раньше. Почему поведение как новое, как... Подожди, что сейчас вижу я? Подожди, это что за гонево? А что произошло-то, собственно? Еще и виснет. Ребята, а что случилось? Почему они такие же... Почему они сильные-то? Я вспоминаю прошлый... Прошлый ивент. В том году они не были такими. Они же там получали нормально, и это было хорошо. А сейчас что-то прям происходит не то что-то. И, по-моему, немного приодели этих ребят на фоне, смотри. Что-то там новенькое добавили. Я прям вижу. Ну, слушайте, ну, это круто. Это круто. Ты как бы против короля обезьян сражаешься. Неполного, правда, фляги-то нету. Слушай, чувак, ты не офигел? Не, ну, я определенно не ожидал такой мощи у них. Это что вообще происходит? Окей. Подожди. Подожди, ты чего? Ты нормальный? Парень. Алло. Что я вижу сейчас? Подожди, что это за гонево? Так, подожди. Ты серьезно? У него еще и спринт есть. Я сейчас один это увидел. Давайте ногами. И, конечно же, меня завалили. Нифига себе. Они реально поменяли поведение ботов. Даже здесь. Даже в этом ивенте. А ведь когда только ивент этот выходил... Блин, тут еще были нормальные боты. Нормальные. Сейчас они уже ненормальные стали. Это печально. Это прискорбно. Тогда я буду одевать... Буду одевать вещи сильные. А что делать? Я понимаю, что я с этим не вытащу. Если он первый мне так накидывает. Я не думаю, что мне повезет с другими. Так, окей. Но почему именно так я сделал, а? Я же мог сделать круче. Отлично. Ну, вот хотя бы так. Серьезно. Нифига себе. Серьезно. Так, ладно. Да, смотри, он на спринте. Офигеть. Ладно, я тоже одену спринт. Нифига себе, ты охеревший. Боты на спринтах, смотрите, работают. И вообще не краснеют даже. Ха, нифига себе, ты понял. До свидания, чувак. Я сейчас одену другую экипировку. Прикинь. Изговнили. Признаться честно, я в шоке. Я в шоке. Я не думал, что так случится. Вот на выживании все было как-то гораздо проще мне. Я не знаю. Сейчас этот ивент реально сделали ему ремейт. Ремейт, как там было написано в тизере. И ремейт опять коснулся этого бешеного поведения. Ну, не знаю. Но это жесть. Это капец. Ладно, давайте. Коль у нас еще и ребята спринтуют здесь, вообще нормально. Я вижу, им живется. Тогда мы тоже будем так делать. Раз можно. Окей, хорошо. До свидания. Блин, и немножко еще подвисает. Мне вот не очень это нравится. Но ладно. Ты посмотри. Ты просто... Ты видишь, что делается? Ты смотри, какая накидка идет. Серьезно? Увернулся? Ты че? Фидоралисима, ты че? Я в шоке, ребята. Это просто жесть. Да, серьезно. Переукрасили ивент, я тебе скажу. Я вообще не ожидал, что такое случится. Ладно, госпринтовать. А че делать еще? И так один... Всего лишь один билет. А как тут выживать? Будем спринтовать. И плевать, кто че-то пишет про спринт. Идите нахуй. Так, все. Тут невозможно просто иначе играть. На таких ивентах. Ребят, вы простите, но это пиздец. Все. Это правда жестко. Давайте аккуратненько. Все. Спринтуем, играем. Как получается. Я реально офигею просто. Вот и все. Зачем какие-то проблемы огребать? И так, вон, билеты дорогие какие. Ну, ни хера себе. Нет, лучше, конечно, сыграть, как вот сыграть. И все. Как получается. Потому что, ну, нифига. Тут вообще жесть какая-то. Ладно, Адзума. Там вообще про скилл что-то. Никакого скилла не надо. Тебя там за три плюхи теневых сносят просто. Там на везение всегда ты играешь. Если здесь то же самое с королем сделали, я вообще офигею тогда. Я прям иди... Да-дау. Офигеть. Я идеально помню, какой был король тогда. Какие были мобы. Ну, вот эти вот ребята, охранники короля. Я помню, какими они были. Они были офигенными. Сейчас они лютые стали. Вообще нереально лютые. И я это вижу прям. И вижу это прям идеально. Тут не надо быть мега каким-то прозревшим, чтобы это видеть. Тут со слепыми глазами это увидишь. Что эти боты стали нереальными даже тут. Даже здесь. В самом первом, в самом легендарном ивенте. Который только был, не знаю, открывающим, скажем так, во всем шэдоу-файте. Даже здесь. Они какие-то стали жесткие. И это факт. Чистейше. Ну, естественно. Окей. Так. Пиу-пиу-пиу. Да-да, он. Ты прикинь, пиу-пиу делает. Ну, ты че вообще, а, парень? Ты пиу-пиу. Ты не гонишь пиу-пиу? Охренеть. Не, я спринтую и затаскиваю спринтом. Бесполезно просто. Я хочу в этом костюме сажаться. Я хочу легендарные карты, как бы ты использовать должен. Я хочу сражаться в этом костюме. Мне он нравится. И я в нем буду спринтовать. Кому не нравится, что я спринтую, нахер с канала. Просто реально. Никто не будет оправдываться перед вами. Вы сами игроки. Мы сами игроки. Вы видите, что творится? Подходи. Окей. Отлично. Это минус оружия. Так. Подходи. Да ни хера себе. Ты че такой, а? Давай. Ну, добей же ты его давай, а? Отлично. Ладно. С Гуаньдау я сразился. Сейчас одену до Дау. Потому что я понимаю, что че-то прям напряженка пошла какая-то. Напряженная катка пошла. Че-то меня прям выбесило с двух противников. Я прям че-то улетел. Вот серьезно. Я не планировал, что так будет. Но я улетел с двух противников с этих. Просто. Так. Давай оденем до Дау. Ну, вообще. Как бы я знал. Я знал какое тут поведение. Я тут с релиза игры просто играю. Я знаю все, можно сказать, в ней. Но я не думал, что боты первого ивента станут настолько жесткими. Офигеть. Ну, им еще и до Дау смотрю. Там вон девушка с до Дау только что сражалась против нас. Да, до Дау это было. Это было до Дау. Это было до Дау. Давайте попробуем с арбитром. Не знаю. Мне кажется, это будет прикольно. Я вот часто на ивент беру с собой арбитр. Почему-то мне прикольно с ним играть и как бы прикольно. Потом оденем до Дау и до конца будем с до Дау идти. Захотелось с арбитром заточить. Хотя бы один бой, хотя бы сейчас. Да, боты капец. Классные. Мне нравится. Прямо как они действовать стали. Так, окей. С саблями паря. Так, окей. Обезьяна. Обезьяне пофигу. Смотри на мои удары. Ей пофигу. Так, хорошо. Да она... Да она в рот ебала мои теневые. Ей в принципе, понимаете? А все. Я поймал ее. Так, хорошо. Да чтоб тебя. Так, давай. 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 Давай, бля. Ой, хорошо. Так как, давай. Зачем ты это делаешь? Ты же не с Дадау, чувак. Что ты делаешь? Так, это опасно. Опасно. Перекидывай ее. И давай вот так. Давай. Отлично. Ну, Арбитром прикольно играть, потому что он делает эпические замахи, эпический урон он делает. Это круто. Он делает круто чаще всего. Меня даже на мат прорвало, представляете? Это, знаете, это потому что я не ожидал вот это увидеть. Я помню, какой это был ивент. И помню, какой он был офигенный. Меня прорвало на мат от того, что даже этот ивент почему-то испортился в поведении ботов. Почему? Это же легендарный ивент. Легендарный. И даже его сломали. Ну, почему так, а? Кстати, прикольные лица сделали людям. Более живыми, что ли, стали. По-моему, раньше такого не было. А может и было. Нет, по-моему, не было. Не, ну это капец. Да ты что, серьезно? Еще не отъехала, что ли? До свидания. Блин, это жестко. Это жестко. Ладно, посмотрим сейчас, что дальше будет. Но, в любом случае, этот ивент, он всегда вызывал у меня только восторг и радость. Но, сегодня почему-то я в начале немного аж офигел. Вот, я правда не ожидал, что такой может быть исход у нас. Исход событий. Я даже первому противнику умудрился слить. Бывает. Такое бывает. Так. А что там в марафонском? Что я вообще, что-то хоть получил уже? Несколько, несколько же сделал боев. Сколько я там? О, классно, я уже могу забрать награду. Классно, за 4 очкочка. Отлично! Смотри, фляга короля обезьян. Просто. 803 у нее. Это прекрасно. Зачем? Зачем мне ваш тап джой? Зачем мне это надо? Подождите. Давайте оденем флягу короли... Так, 800 у нее усиление? Блин, она слабая такая. Ладно. Давай ее напялим. Где она? Где моя малышка? Где? Фляга. Что же? Она клевая. Я хочу посмотреть ее в бою. 806 или сколько она там? Подожди, я сейчас что... В глаза, что ли, долблюсь? Где она? 800 же было. Что, хочешь сказать, она в начале тут? Она в начале тут! Она 1083, ты представляешь? Отлично! Смотри, фляга. Мы будем выпивать. Но у меня не пьющий красавчик вот этот. Понимаете, он не пьющий. Но. Фляга короля обезьян, видимо, будет заставлять выпивать ее. Ну, давайте посмотрим. Фух. Что-то я прям в смешанных чувствах сейчас от ивента, если честно. Немножко. Ладно. Не, ну это капец. Последнее время ивенты прям... Они классные, но... Блин, почему-то мне вот... Ну, я прифигел, конечно, то, что здесь изменили поведение ботом. Вот именно тут. Я помню, как они себя вели. Они так себя не вели. Теперь ведут. Ты представляешь? Теперь ведут. Окей. Да-да, давай, тащить. Это фляга. Неплохо. А почему-то Манки Кинг ее выпивал, а я не выпиваю. Почему? В трейлере он же пил, да? Нет? Он, наверное, губкам поднес, как Линк. И накидывал. Ты прикинь, да? Чувак, этого делать не надо было, потому что ты сделал сальтушку, открылся, а я тебя там сзади уже и убил. Ну, прикольная фляга. Кидается, облачко появляется. Круто. Это как, знаете, разбивается об чей-то череп и оттуда джин вылетает. Ну, круто, круто. Окей, у меня весь сет, получается, теперь есть. Это здорово. Мне нравится. То, что металлочку для него сделали, это хорошо. Это хорошо. Когда его запускали в прошлый раз еще, металлочек еще, в принципе, не было. Классно, классно. Он еще его на время как бы там деактивирует этого. Не понял. А, ты иголки поставил. Он его еще на время там деактивирует. Смотри, он там его в какой-то этот вводит в шок небольшой или что. Не знаю, так ли это на самом деле, но, по-моему, он на какую-то долю секунды там останавливается после попадания фляжки. Возможно, это прикольно. Да, неплохо. Она так быстро летит, что ты просто ее не успеваешь доглядеть. Ее надо, как ты знаешь, на слоу-мо запустить. Окей. Слоу-мо. Да, спасибо. Да, молодец. Ну, заканчивай. Смотри, какие удары. Мега удары. И он их все блочит. Ну, такого раньше не было. Вот это я тебе точно говорю. Блин. Это жесть. Интересно, блин, какие будут комментарии насчет этого ивента. Мне просто интересно услышать мнение тех, кто играл, и тех, кто тоже ветераны. Те, кто начинали со мной вместе. Можно сказать. Какое у них будет впечатление от того, что здесь происходит на новом поведении этих обезьянок. Очень интересно. Прям очень. Жесть. Раунд первая. Окей. На Аанга похож, короче. Но это не Аанг. Блин, это же это. Это же форма Джун. Ты посмотри на это. Просто она красная. Серьезно тебе говорю. Это форма Джун. Просто красная. Оранжевая. Вот отвечаю. Бля буду. Форма Джун. Мои девочки любимые. Окей. Да что ж такое. Ну, блин. Мне нравится этот ивент. Он классный. Прям охеренный. Красивый. Идеальный. Но я, честно говоря, сначала прям мух. Прям охерел. Я готов это повторять бесконечно. Потому что я и правда не ожидал такое. Капец. Окей, нунчаки. Отлично. Мистер, миссис обезьяна. Нихера себе. Да-дау выбило. Прикинь, в воздухе меня. Охереть. Вот это круто. Вот это прям кул. Отлично. До свидания. Как бы это больно не звучало, но прости. До свидания. Да-дау в воздухе лежит. Мне сейчас показалось, наверное, да? Ладно, ладно. Окей, поехали дальше. Не, ну это... Это... Это капец. Влияет только ваш навык и редкость предметов. И устойчивость от странных поведений бота, да? Но, знаете, это жесть. Ну, раньше тоже было влияет ваш навык на все такое. Но теперь тут не просто навык влияет. Ты посмотри, что теперь происходит? Я год здесь не был, мне накидывают, как будто я тут впервые. Я тут был, но накидывают мне, как будто я в первый раз зашел. Правда. Это что такое вообще? Ты посмотри просто на это. Ты что, прикалываешься, что ли, обезьяна? Ты прикинь? Ты просто прикинь? Офигеть. Что с моими руками? Что произошло? Нифига себе. Обезьяна, ты молодец. Хорошо. Хорошо. После вот этого ремейда, блин, у меня ощущение, что я тут впервые играю. Вообще, это для меня новый ивент. Хотя, это для меня старый уже ивент. Просто немножко переделанный. Окей. Отлично успел. Там, видите, там облачко в виде кислотного дождя какого-то. От теневого, я не знаю. Пока это облачко, он не может двинуться или что? Он его парализует там или как-то так? Окей. И да. Там было 10 раундов, по-моему. В пятом раунде был король обезьян. В выживании. И в десятом раунде был король обезьян. Я это хорошо помню. А здесь, видимо, король обезьян будет только в конце. На восьмом раунде. Потому что это уже пятый противник. То есть, сам король, видите, еще не выходит. Вот это жесть. В смысле? Как ты там выбралась-то и выбрался? Офигеть. Отлично. А нет, он просто попадает, а теневушечку ему делает. Может, он ему... Может, это облако ему объектив закрывает, а он не знает, что делать. Дезориентирует его на время? Или что-то в этом роде? Потому что... Судя... Ну, зачем тогда этот эффект облачка? Возможно, это дезориентация какая-то происходит, и бот начинает... Немного терять в управлении. То есть, допустим, вот как у нас было. Нас дезориентировали, мы двигались не в ту сторону. Возможно, у него то же самое происходит, когда я облачком попадаю. Ну, это догадка. Я не думаю, что это так. Может и... Может и нет. Ну, не знаю. Обезьяна. Это седьмой, да? Отлично. С клыками. С когтями. А чё ты такой... Нихера себе! А чё ты такой жёсткий? Мне вспомнился, короче... На стальной Сакуре там был противник тоже с клыками. И когда, короче, мой коллега, товарищ друг, Мэджикс Плей... А, проходил? Его постоянно накидывали... Ну, наяривали, и он его пидоролиссимо называл. Ну, серьёзно. Именно чела с клычками вот с этими. Это было просто вообще жёстко. Ты по... Что это было за один удар? Подожди. Я сейчас не понял. Чувак, ты серьёзно? Ты за один удар такое делать умеешь? Вообще лютое. Смотри, что он сделал. Он просто меня так дух и всё. Ты понял, да? Офигеть. Седьмой войн. Что будет король обезьян делать? Я уже в предвкушении, если честно. Я сегодня прям, знаете, не стесняюсь в выражениях. Потому что, ну, это... Это... Для меня это было, правда, неожиданно. Не то, что ивент запустить должны были. Я знал это. Неожиданно то, что даже в нём... Ещё раз повторюсь. Сделали жесть. Окей. Так ещё и дорогой, блин, капец. Вот, вот про этот удар я говорил. Вот на остальной Сакуре тоже так делал этот чел. И Мэджикс бомбил. Отлично. Фу, вот это жёстко. Да. Ну что ж, сейчас у нас будет битва с королём обезьян. Собственно, с виновником торжества. И мы посмотрим, что вообще у нас из этого получится. Ну, погнали. Две попытки есть. Я первую попытку случайно как-то отдал. Потому что пошёл в уникальной экипировке. И, в принципе... Ну, я как бы втаскивал. Но чувак там потом дал понять, что тут нечего делать в этой экипировке. Ладно. Поехали, поехали. Король обезьян. Интересно, что он будет тут делать? Он будет подбухивать или что? В трейлере он набухивался там по-чёрному прям. Вообще он там без теневых как-то это всё мутил. Я не знаю, что сейчас тут будет происходить. Я как бы в предвкушениях. Отлично. Так. 12 комбо там было, но... Блин, он блочит идеально. Смотри, он делает это без теневых. Или он тоже тогда без теневых это делал? А, у него нет теневых. Он делает это сам по себе по красоте. Всё, я понял. Да, да, да. Только вот я не помню, по-моему, у него в выживании в тот раз тоже теневых не было. Да, по-моему, так и было. Сам по себе он король обезьян, но он теневой такой, не обладает энергией, способностью. Вот. Но финтами династии он обладает стилями. Что это, китайский дракошка? Всё такое. Ой, китайский дракошка. Ну, как бы китайский дракошка в смысле, типа, Новый год, всё такое. Я имею в виду король обезьян. А я тоже бью. Я тоже пью. А почему он губам прислоняет, когда кидает свою флягу? Я что-то не понял. Ты её целуешь на удачу, что ли? Чувак, по-моему, ты и так без этого... Вот зачем он это... А, он лечится. Я заметил, подхил. Фляга лечит, всё понял. А что, можно мне так? Я тоже не против полечиться флягой. Подхил. Подхила потом ещё в меня кинул. Смотри-ка. Крутой. Нихера себе. Вот это номер, я тебе не в уху зря слил. Да. Ну, круто. Подхиливается своей флягой. Я тоже хочу подхиливаться. Можно я так же буду делать? Я бы не отказался от подхилы такой же фляжкой. Было бы круто. Ладно. Я тебя понял. Окей. Ну, один фиг, это не Адзума. Это уже радует, как бы, глазу. Уже приятно. Так, окей. Я бы офигел, если бы хоримейт заключался в том, что король обезьян будет постоянно в теневой находиться. Это был бы вообще просто капец. Окей. Так. Я ему не дал лекаться. Это круто. Мне такое нравится. Так. Отлично. Отлично. Ух, блин, сейчас бы так добил. Ну ладно, ты сам там. Ну было бы круто. Я думаю, престижный придется пройти за донейшн. Ладно, я 360 рубинов потрачу ради престижа. Посмотрим, что я там вообще смогу сделать. В связи с новым обновлением, обновленным, скажем так, поведением ребят. Ивента этого. И, собственно, самого короля. Ну круто. Мне нравится. Мне так же нравится этот ивент. Безумно. Безумно. Символизирует мою фракцию. Все такое, в принципе, для моей фракции сделано. Но. Что-то я все равно для себя... Ну, немножко шока собрал с этого ивента, если честно. Я не думал, что так будет сегодня все. Ну, по крайней мере, для меня было неожиданностью отдать попытку. Я думал, я втащу в уникальных вещах. Не знаю, слабы ли они были сильно. Но они слабы сильно, это точно. Ну, седьмая, допустим, обезьяна с клыками, она, да. Она дала просраться, на самом деле. Я вот с нее пригорел, если честно. И пригорел прям хорошо. Окей. Отлично. 48 жетонов я получил. Так. Я никогда этого не забуду. Это был настоящий праздник. Спасибо тебе, что помог мне насмотреться на обезьяньего короля. Мне пора бежать. На площади сейчас будут пускать фейерверки. Еще увидимся. Знаете, мне... Почему она раньше не насмотрелась на обезьяньего короля? Он же уже был. Он же уже был в том году, как бы приходил. Классный пак, очень красиво оформленный. Давайте посмотрим. Так, ну это получается стандартный доспех морского дьявола, крутящий момент, заморский тюрбан, доспех и фляга. Фляга усилилась неплохо, но немного. Мне бы усилить этот... Свою экипировку уникальную. Вот-вот. Мне бы это было намного важнее и нужнее. Джон. Это я знаю, что они конвертируются в монетки. Так. Ну-ка, давай. 36 я набрал, ты посмотри-ка. Угу. Угу. Ну, это да, это жестко. Это жестко, и я чувствую, что мне следует пойти и купить себе... Ну, надо купить и пройти, но как это вот взять и не пройти, ну серьезно? А где мы... А, фу, я, блин. По привычке тоже жму вот на старый магазин. Где он? Где он? А он-то здесь. Окей, давай покупать. Новая карта, билеты. Классно. 15 билетов, минус 360 гемов. Офигенен. Ладно, друзья, давайте продолжим в следующей серии и попробуем пройти престижный. Ну, скажу так, что... Дух праздника остался, но... Цены на билеты, конечно, блин... Я не думал, что они будут настолько опять дорогие. Ну, хотя бы разочек-то пройдем престиж. Это было бы неплохо. Ладно. С вами был Влад Шима. Всем спасибо, всем пока. Я... Мне понравился ивент. Опять же, он... Хоть и во второй раз, но это круто. То, что он сделан чисто для китайского Нового Года. И, в принципе, он... Остался таким же классным, но... Что-то для меня в нем стало жестче. Я пока не понял, что, но... По-моему, не было никогда такого седьмого противника, который... Просто брал тебе и так... Всю плюху клыками снимал. Но это как с Сакурой и Мэджиксом. Я уже приводил этот пример. Ладно. Жестко. Да. С вами был Влад Шима. Всем пока.